Евгений Киселёв Евгений Киселёв Евгений Киселёв Евгений Киселёв Евгений Киселёв Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Попробуем определить, собственно, ключевое событие в вашем понимании, потому что мы всегда стараемся вытащить из вот этого информационного потока что-то самое важное. Возможно, это то, что не оказалось в, не знаю, заголовках, да. Но, тем не менее, для вас это было чем-то очень важным, чем-то, что способствует каким-то тектоническим сдвигам. Евгений Алексеевич, пожалуйста. Ну, вы знаете, я, может быть, вас удивлю, сказав, что сегодняшняя очередная, может быть, это уже не Big Deal, что называется, может, там народ уже привык, но сегодняшняя очередная атака дронов по Москве мне представляется очень важным событием. Потому что впервые были закрыты все московские аэропорты в связи вот с прилетом очередной порции дронов. По-моему, призакрывали аэропорты тоже в прошлые разы. То один, то другой. А тут все. А тут были закрыты все. И мне кажется, что это событие весьма важное потому, что потихонечку, полигонечку, но все-таки начинает доходить хотя бы до верхних десяти тысяч, до верхних десяти тысяч членов путинской элиты, что война уже, наконец, пришла не просто в Россию, а в Москву. В их дом. В их дом. А это не может остаться без последствий. Что бы там ни говорили пропагандисты о тщетных усилиях оцарапать наши окна. Ну, то есть, третий раз это уже прям тенденция. Это не случайность, не совпадение, а это тенденция. Почему именно сегодняшняя кажется вам вот таким важным? Нет, ну потому что сейчас закрыли на несколько часов, а потом, глядишь, закроют на сутки. Ведь украинские вооруженные силы запускают дроны не для того, чтобы учинить там бедствие ужасное. Разнести Москву к ядрень и фене, или там убить огромное количество народу. Запускают вот ровно для того, чтобы произвести, а, психологический эффект, и, б, нанести ущерб воздушной транспортной инфраструктуре, ее нормальной работе. Это, на самом деле, огромные потери, когда закрывают аэропорты, когда рейсы перенаправляют в другие города. Когда добровольно иностранные некоторые компании перестают летать в Москву, вот как туркменские авиалинии совершенно неожиданно выступили здесь, пионерами нового движения. В Москву больше не летаем в связи с небезопасной обстановкой в небе над российской столицей. И это, как говорил Леня Голубков, помните такого? Был. Только начало. А какие же выводы может сделать элита, а главное, к чему эти выводы могут ее сподвигнуть? Ну, вот они заметили, а дальше? Ну, они же не только это заметили, они много других вещей заметили. Я не знаю, что они говорят, когда заседают в официальной обстановке, но что они говорят промеж собой, мы примерно представляем по некоторым телефонным расшифровкам, оказавшимся в общем доступе в интернете. Помните, как Пригожин, не тот, который с кувалдой, не тот, который мятеж поднимал, а тот, который с Валерией. Да, вот как он с этим, я забыл его фамилию, с азербайджанским олигархом общался весьма и весьма откровенно. Я представляю себе, сколько таких разговоров. И за прошедший, за отчетный период, я думаю, тональность этих разговоров изменилась к худшему. Или к лучшему, смотря с какой стороны. Да, для кого, да, к худшему, а для кого и к лучшему. Максим, вы согласны с тем, что одно из ключевых событий – это вот этот прилет беспилотника в очередной раз в Центр Москве? Я бы так сказал, я согласен в целом с той тенденцией, о которой Евгений Алексеевич говорит. Это очень важная тенденция, и по моей информации, ну, по крайней мере, из Петербурга, да, общее настроение элиты такое – отползаем от всего этого. Если за вчера еще люди, которые ходили с буквой «З», были хозяевами положения, все заискивали перед ними, значит, вот они, так сказать, глазки заглядывали, что вот это носители новой идеологии, то сегодня, как говорится, они в курилке одни. Вот если так можно выразиться. Так не сказал один из депутатов законодательного собрания, мой бывший коллега. По понятным причинам я не буду называть его фамилию. Но в целом я согласен, что это важная тенденция. Но если говорить о событиях, то я бы выделил три события. Ну, вот для меня они ранжируются по степени важности с точки зрения борьбы с путинским фашизмом. Первое – это, конечно, успехи ВСУ на юге. Новости хорошие про F-16, в смысле то, что Дания и Нидерланды получили такую возможность передать Украине эти самолеты. Погодите, погодите, еще не получили. Сначала пилоты должны пройти обучение. Нет, получили возможность. Получили возможность передать, да, то есть все-таки какие-то шаги сделали. То есть все, что вот в этом направлении делается – это хорошо. Здесь есть, конечно, и плохие события с точки зрения того, что активизировались вот эти вот, как Яковенко их справедливо называет, партия бабла и партия страха. Уже таких упырей бы вытаскивали, как саркази, чтобы, значит, склонить Украину принять путинские условия. Ну, чуть ближе микрофона, Максим, пожалуйста. Вот поэтому эти события, мне кажется, самым важным, ну, не говоря уж о том, что в Киеве находится мой тесть, Владимир Павлович Казарин, ректор Таврического университета в изгнании, а журналист Павел Казарин Мышурин является бойцом ВСУ. Поэтому понятно для меня эти события еще и личностный характер носят. Второе – это… Никогда не знал, что мир тесен окажется. Да, ну, видите. Это мои друзья. Вот видите как. И тот, и другой. Сохраним эту линию для вечернего разговора. Да, для вечернего. Обязательно. Второе, что мне кажется очень важным, это то, что происходит с лидерами российской оппозиции. Конечно, со всеми политзаключенными, но поскольку лидеры российской оппозиции – важнейшая часть антифашистского, антипутинского движения, все, что с ними и вокруг них происходит, я считаю, очень важным. Здесь, наверное, главное событие – это письмо Навального. Значит, и третье – это личностные какие-то вещи. Ну, здесь, конечно, это то, что я учитель истории, и то, что у вас сегодня в «Брекфаст-шоу» говорила Тамара Натанна Эльдеман замечательная. Ну, она говорила как интеллигентный человек, я бы, конечно, выбрал совсем другие выражения, потому что это чихчайшее преступление, то, что происходит вокруг этого учебника. И как учитель истории я это говорю, как гражданин. И мне кажется, что это очень важное событие. Другое дело, что я надеюсь, что те процессы, о которых говорил Евгений Алексеевич, не сделают этот ужас длительным, потому что если этот ужас будет длительным, то, конечно, в Уголовном кодексе нет таких статей, но это одно из чихчайших преступлений, которое только может быть, потому что это насилие над душами, над разумом, над сердцами еще неокрепших человечков, людей. Это, конечно, чихчайшее преступление, которое заслуживает самого сурового наказания. Растление малолетних. Да, ну вот, наверное, да, растление малолетних, да, ну там, понятно, имеются другие вещи, но здесь, конечно, вот это в духовном плане, это тихчайшее преступление. Говорю об этом как человек, который преподавал, даже когда был депутатом, я не оставил преподавательской деятельности. Конечно, я считаю это очень важным событием. Давайте тогда подробнее поговорим, как минимум, о двух из трех событий, которые вы упомянули. Единственное, что я бы хотела озвучить, молнию, которая сейчас расходится по информационным агентствам. Московский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о ликвидации Санкровского центра. Вполне укладывается в тему борьбы с историей и с исторической памятью, как мне кажется. Давайте, наверное, тогда чуть подробнее поговорим про письмо Навального. Тем более, что все присутствующие эксперты видели собственными глазами, что происходило. Я уверена, лично знакомы со всеми, о ком Алексей Навальный пишет. Я нет, не со всеми. Не со всеми, но с кем-то. Ну, со многими, конечно. Потому что Евгений Алексеевич, наверное, с большим числом людей лично знаком, о которых написал Алексей Навальный. Я, наверное, со всеми. Ну вот. Или, пожалуй, что со всеми. Какие у вас первые впечатления от этого письма? Что там для вас важно? Потому что, естественно, все сразу набросились на вот этот вот переход на личности. Давайте мы вот личное дело каждого разберем. И как-то, мне кажется, за этим потерялся главный посыл Навального, его предостережение от повторения ошибок. Но это мое мнение. Я здесь не эксперт, я ведущий. Мое дело задавать вам вопросы. Какие впечатления у вас, Евгений Алексеевич? Ну, вы знаете, главное, что меня расстроило в письме Навального, я говорю о своих эмоциональных ощущениях от этого документа. Главное, что меня расстроило, это отсутствие вообще практически какого-либо упоминания об Украине, о войне, которая происходит в Украине, и о двух чеченских войнах. Понимаете, вот если уж он так много событий и их участников ненавидит, почему он не упоминает о своей ненависти? Я надеюсь, что она у него тоже присутствует в душе, к тем людям, которые виновны в развязывании двух чеченских войн и войны против Украины. Включая аннексию Крыма и вот так называемый вот этот период гибридной войны, который продолжался в 8 лет. И мне не хочется вступать в какую-либо полемику с человеком, который, как сказал один из моих собеседников недавних, что называется, на дыбе сейчас. Я просто констатирую факт, что вот почему-то в письме ничего не сказано об агрессии против Украины, почему-то в письме ничего не сказано о двух чеченских войнах, которые, конечно же, особенно первая война, на самом деле, вот если так начинать размышлять о событиях 90-х годов, наверное, все-таки фундаментальной точкой перелома, я думаю, было развязывание первой чеченской войны. Вот конец 94-го года. Алексей Навальный пишет ведь косвенно и о вас тоже, Евгений Алексеевич, когда он говорит про выборы 96-го года, про то, как они проходили, в каких условиях они проходили. Простим молодому человеку, знаете, в молодые годы память бывает короткая. Ему 20 лет было тогда в 96-м году. 20 лет это взрослый человек. Я с трудом помню, что со мной было в 20 лет, честно скажу. В 20 лет молодые люди обычно думают о других вещах, значительно больше, чем о том, что происходит в политике. Он пишет, что он как раз поддерживал и принимал то, как проходили эти выборы. Ну, послушайте, значит, вы меня подталкиваете на то, чтобы я ступал с ним в спор. Я только могу констатировать, что, на мой взгляд... Есть вещи, с которыми вы согласны в его письме? Давайте я переформулирую. Слушайте, ну, с чем-то согласен, с чем-то не согласен. Я просто хочу констатировать, наверное, одно обстоятельство, что, наверное, как политическое животное, Алексей Анатольевич, он не может не иметь в виду, может быть, даже на подсознательном уровне настроение, которое существует в среде российского общества, и в том числе в среде тех людей, которые его поддерживают, которые являются, так сказать, его коренными сторонниками, избирателями потенциальными. Ну, есть такое вот мнение в части российского общества, что во время приватизации и залоговых аукционов разворовали все, что возможно. При том, что на самом деле этих залоговых аукционов было, по-моему, всего 11 или 12. Я сейчас точно цифру не помню. И уж абсолютно очевидным является то обстоятельство, что во время залоговых аукционов там была продана вот такая вот крошечная доля всей приватизировавшейся собственности. И вообще они были не в 96-м году, они были не в 96-м году, а в 95-м, так, на секундочку. Что касается выборов, ну да, ну, считаю, есть такое мнение. И его тиражируют разные люди, что, мол, выборы были сфальсифицированы. Вот я, например, столкнулся однажды с тем, что Виктор Мироненко, чрезвычайно уважаемый мною человек, в прошлом ликвидатор ВЛКСМ, помните, была у нас такая организация, ЦК ВЛКСМ. Было, не довелось состоять. Я тоже не успел, хотя мог. Так вот, он был человеком, который эту организацию закрывал, как последний генсек. А он вообще украинец, он родом с Украины, он свободно говорит по-украински, он его родной язык, он начинал как украинский комсомольский вожак, а сейчас, ну, во всяком случае, до недавнего времени возглавлял Центр украинских исследований при Институте Европы Академии Наук. И, как я понимаю, эта миссия была для него чрезвычайно сложной, потому что он, по сути дела, там оказался единственным серьезным ученым, специалистом по современной Украине, который вообще имеет некий официальный статус в рамках Российской Академии Наук. Самоубийственная миссия невыполнима, да? Но поэтому я с чрезвычайным пиететом к нему отношусь, и вот этой вот многолетней миссии, которую он выполняет в этом качестве. Но однажды мы с ним схлестнулись в такой вот словесной полемике, я сказал, что ну вот зачем все-таки Михаил Сергеевич Горбачев участвовал в тех выборах. Это, на мой взгляд, была там с его стороны тяжелая политическая ошибка. Было ясно, что он не в состоянии конкурировать даже с Явлинским, не говоря уже о Ельцине, да? И вот этот результат полпроцента голосов, поданных за бывшего президента СССР, автора «Гласности и перестройки» и окончания «Холодной войны» с Западом, да, вот ему репутации не добавили, репутационных очков ему не принесли. И вдруг Виктор Иванович обрушился на меня с инвективами, что на самом деле Горбачев чуть ли не выиграл на эти выборы, что за него были поданы миллионы голосов, что эти голоса были списаны, украдены. И мне было очень странно видеть вот такую конспирологию, слышать из уст этого уважаемого человека. Ну, знаете, иногда личные убеждения оказываются сильнее, чем объективная реальность. Нет, тогда, послушайте, значит, это я не в порядке полемики с Алексеем Анатольевичем Навальным, это я в порядке полемики со всеми, которые считают, что те выборы были украдены. Нет. Вы считаете их частными? Да, я, безусловно, нет, я считаю, что никаких фальсификаций там не было. Голоса посчитали правильно. Больше того, был эпизод, когда попытались после первого тура неправильно посчитать голоса в этих самых пресловутых электоральных... Городных голосах? Не-не-не, в электоральных эмиратах, как их называют, или в электоральных ханствах в Татарстане и Башкортостане. И из Кремля им погрозили. Говорят, ребята, если вы хотите остаться там при своих, больше так не делайте. И уже при подчете голосов во втором туре, они, по-моему, даже были готовы лишние голоса Зюганова приписать. Такой был гнев по поводу вот этих вот отдельных, скажем так, отдельных серьезных нарушений. А так, голоса считали по-честному. Если говорить о самой электоральной процедуре, ну, согласитесь, все, кто хотел участвовать в этих выборах, все приняли участие. Я там всего списка кандидатов сейчас не вспомню, но не было ни одного, которого там не допустили к участию в выборах. Сняли бы с дистанции, лишили бы этой самой регистрации. Дальше, ну, если говорить о работе СМИ, ну, конечно же, мы все были на стороне Ельцина. Конечно же, мы не хотели победы Зюганова. И, понимаете, вот для этого нужно было быть взрослым человеком в 96-м году, чтобы понимать, как мы этого не хотели. Потому что 96-й год был, только пять лет прошло, после того, как коммунисты потеряли власть в стране. И это было как будто бы вчера. И вот представить себе, что опять мы вернемся вот в то коммунистическое светлое прошлое, в котором мы столько лет прожили. А я, слушайте, даже сейчас, в моем нынешнем возрасте, я посчитал, что больше половины моей жизни прошло при советской власти и правовласти КПСС. Я до сих пор не хочу туда возвращаться. Вот в коммунистическое прошлое, хотя на самом деле Россия уже вернулась в прошлое, которое даже хуже, чем того коммунистического. Да, сильно хуже, чем то коммунистическое, что видели. Но, понимаете, вот я боялся, я честно скажу, я боялся, вот, знаете, там обделаться был от страха готов, что коммунисты опять могут прийти к власти. Да, и мы, конечно же, были за то, чтобы выиграл Ельцин, а не Зюган. Но, послушайте, значит, в моих программах был и Зюганов. Пять раз, я пять раз брал у Геннадия Андреевича интервью в течение предвыборной кампании. У Ельцина один раз. У меня были в студии и Лебедь, и Федоров, покойный офтальмолог, хирург, и Явлинский, и там, не помню уже всех, кто, Аман Тулеев, по-моему, принимал участие. Аман Тулеев был. Единственный, кто не был, Жириновский, конечно, был. Единственный, кого я не позвал в студию, это было моё решение, мне никто его не навязывал, это был Мартин Шакум. Потому что я до сих пор не понимаю, кто этот был человек, и почему он вдруг принимал участие. Ну, из-за денежек. Ну, из-за денежек, наверное. Первопроходец был. Даже вот этот самый, водочный король-то был, как же его, господи, он тоже принимал участие. Сабодаш какой-нибудь, нет? Нет, 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 нет. Ну, неважно, один из претендентов на пост президента был... Довгарь. Нет, нет, нет. Кто у нас водочный король? Брынсалов? Брынсалов, конечно. Даже Брынсалов, даже Брынсалов был у меня в студии. И знаете, что самое смешное? А единственный случай, когда, что называется, пальцем погрозили из Кремля за всякие журналистские вольности, это было, когда Горбачёв был у меня в студии. Но это было из-за того, что Борис Николаевич покойный... Личное было. ...не мог ему простить каких-то там былых обит и унижений. Ну, это было так. Мне передали там через несколько дней, что Ельцин очень обижен. Что не надо вам было звать Горбачёву. Максим, у вас письмо Навального, вы его рассматриваете как одно из ключевых событий. Что для вас в этом письме важно, с чем вы согласны, с чем вы не согласны? И я ещё раз напомню, что у нас пункт номер один, на который мы всегда смотрим, Алексей Навальный, политзаключённый, несправедливо осуждённый, который находится в тюрьме, и это, ну, как бы, всё, что мы обсуждаем, никаким образом не обесценивает его политическую борьбу. И его мужественное поведение. Да, и его мужественное. Беспримерное, стойкое мужественное поведение. Нормальная дискуссия, которую, я уверена, Алексей как раз и предполагал, публикуя это письмо. Пожалуйста, Максим Васильевич. Вы знаете, Таня, о чём я думаю в этой ситуации? Некоторые вопросы, которые поднял Алексей, они вообще неразрешимы будут между разными демократами, потому что он поднял вопросы, которые разделяют демократов 90-х и демократов нулевых. Это просто письмо о поколениях. Я как человек, который принадлежу к демократам нулевых, но я застал очень хорошо, да, то есть начал карьеру в 90-е, как молодой политик, но принадлежу ко второму поколению, понимаю, что мы просто по-разному смотрим на многие вещи. И я думаю, что некоторые вопросы неразрешимы, а потому не стоит по этому поводу уж так уж сильно ломать копии. Но, конечно, в целом, как я уже сказал, я сам принадлежу к поколению демократов нулевых, и Алексей, я знаю, очень давно мы выходцы из одной шинели, из партии Яблоко, оба были из неё исключены в своё время, каждый своё. Я, конечно, согласен с главной постановкой вопроса. Путинизм вышел из 90-х. Я сейчас не хочу брать какие-то персоны и давать оценки каким-то личностным, но системно я с этим согласен, что именно в 90-е годы был заложен фундамент того, что мы имеем сейчас. Кстати, я вот хочу сказать, что, Евгений Алексеевич, я не увидел вот этого момента, потому что войны не упомянуты, но думаю, что это случайно, но, конечно, надо было упомянуть, но, ещё раз говорю, здесь главное, мне кажется, что это поколенческий вопрос. Поэтому содержательный и основальный в целом согласен. Это классическая яблочная позиция. Не в смысле позиция партии Яблоко в её нынешнем виде, которая превратилась в полную политическую плесень, но деградировала вместе со всем режимом. А, в принципе, главный подход. Мы пришли в политику, потому что были не согласны с тем... Ну, вот я пришёл в политику. Я был за демократию, но против Хельцина и Чубайса. Естественно, я выбрал партию Яблоко. И также с такими же примерной мотивацией приходили в политику Алексей Навальный, Илья Яшин и многие другие политики вот этого поколения. Поэтому демократы 90-х смотрят изнутри. Мы смотрим со стороны. И ещё раз говорю, разные point of view, что называется, не позволят нам договориться содержательно. Но я и не думаю, что стоит ломать копья, просто есть две разные точки зрения. Я думаю, что мы можем договориться. Я думаю, что мы должны договориться о том, что вместе мы, имея опыт с одной стороны и молодость, скажем так, относительную, с другой стороны... Опыт и молодость новой России. Да. Мы сможем преодолеть вот этот необходимый путь 90-х, в этот раз, зная все ухабы, развилки и кюветы, быстро и качественно, потому что страх населения перед демократией, участие населения, он заключается в страхе перед 90-ми, даже не с какими они были, а какими они вот в общественном сознании, что нельзя пройти снова вот в этот ад, как они считают. И вот мы должны позволить преодолеть эти страхи в российском обществе. Я думаю, что мы сможем это сделать, где Евгений Алексеевич прав, наверное, это и есть повод для того, как и о чем договориться. Но вот здесь ко второму вопросу я перехожу. В смысле формы. Если мы хотим договариваться, то мы должны руководствоваться сейчас формулой Черчилля, как мне кажется, который сказал, что если Гитлер вторгнется в ад, я найду несколько добрых слов для сатаны в палате общин. Что имеется в виду? Есть главный враг, чудовище под фамилией Путин, ну и под образованием путинский фашизм. Чтобы победить его, нужно объединяться со всеми сейчас, с самыми разными людьми. Мы разберемся потом, кто из нас лучше, кто хуже. И вот в этом смысле, мне кажется, тактика наша сегодня должна соответствовать вот этой линии Черчилля. Ну или там другой классик со знаком минус, перефразируя его, можно сказать, что прежде чем размежеваться, надо объединиться. Победим общего врага, и потом будем рвать друг другу волосы, у кого что есть. Ну, знаете, Ленин в Искру писал в 1900-м. Ленин говорил ровно обратно. И он говорил про то, что нужно сначала решительно и определенно размежеваться. Вот именно, я и говорю, надо сделать наоборот. Но что же получается, что Алексей Навальный тут скорее выступает с позицией Ленина в 1900-м? Ну, нет, я не думаю. Навальный же не говорит о том, что он не хочет ничего иметь общего с людьми, которые сегодня… Он предостерегает. Да. Он предостерегает от того, чтобы… Я думаю, что главное письмо Навального не о личностных оценках. Хотя, возможно, многие обратили на это внимание, возможно, лучше было бы их избежать. Но мы же договорились не критиковать Навального. Мы обсуждаем… Да. Мы говорим о содержательной вещи. Содержательная вещь, да. Содержательная вещь. И поэтому я считаю, что сегодня команда Навального в этом смысле, как мне кажется, при всем том, что я отношусь с ней огромной симпатией, многих людей знаю лично. И она напрасно не принимает участие в берлинском процессе. Напрасно. Это вредит общему делу. Вот если бы они принимали в этом участие… Ну, смотрите, зато у них есть совершенно конкретные результаты их работы. Вот главный ракетостроитель путинский попал под санкции в Чехии. Никто же не говорит. Но более того, я думаю, что… Понимаете, если бы условный Навальный занял место в ряду лидеров оппозиции, в общем ряду, это был бы первый среди равных. Но не единственный. Ну, послушайте, я позволю тоже кое-что сказать по этому поводу. Кто-то попал под санкции в результате деятельности сторонников Навального, ФБК, канал Навальный лайф и так далее. Ну, а вот Владимир Карамурза, например, который тоже находится в страшном положении, в местах не столь отдалённых, приговорён ещё к большему сроку. Он не является участником партии Навального. А благодаря ему появился, его деятельности появился список Магнитского, допустим. Ну, что мы сейчас будем мериться, у кого больше заслуг в создании режима санкций? Я поясню, что это ответ Максиму по поводу берлинского процесса. Вот, ну, объединяться для чего? Значит, смотрите, ведь никто не объединился. Берлинская декларация не про объединение. Есть вещи, понимаете, мне кажется, что есть два запроса. Один запрос изнутри страны и другой запрос за рубежом. Мы имеем дело с нашими западными партнёрами. Мы, я считаю, российская оппозиция, часть рамштайнской политической коалиции. Ну, мы, знаете, такой недодеголь, как бы, Второй мировой. Наша страна захвачена фашистами, но мы огромные, у нас миллионы людей, которые участвуют в антифашистском, антипутинском сопротивлении. И мы должны стать частью общего процесса, более того, активной частью, влиять на какие-то вопросы, в том числе на судьбы наших политзаключённых, в том числе на то, чтобы Запад принял точку зрения Андрюса Кубилиуса, а не Петра Павела, например, да, чтобы Запад понял, что главная гарантия безопасности Европы – это демократия на территории от Калининграда до Владивостока, а не то, что нужно сделать ров с крокодилами. Вот в чём наша задача. И Запад, понимаете, вот я со многими тоже западными политиками встречался, и они говорят, ну, понимаете, у нас не так уж много времени, чтобы понедельник принять Леонида Волкова, во вторник Михаила Ходорковского, в среду, я не знаю, ещё кого-нибудь, там, неважно. Есть такой запрос – мы не обязаны вступать в одну партию, мы не обязаны делать одно только дело, одну программу, один диктор. Прекрасно, что есть такая разноголосица на русскоговорящем Ютьюбе. Понимаете, это просто же, это огромное достижение. И, между прочим, это главное, чего достигла российская оппозиция за рубежом для помощи демократии в России, потому что у наших граждан, слава богу, пока там ещё есть возможность смотреть это всё и понимать, что они не одни. И второй запрос оттуда. Когда случилось полномасштабное вторжение, мы перестали быть навальнистами, ходорковцами, каспаровцами. Мы стали единой частью антипутинской, антифашистской коалиции. И мы потом можем снова ими опять стать, если захотим. Когда мы добьёмся базовой, как я говорю, программы базового демократического становления. Вот проведём учредительное собрание, установим базовые демократические институты и разбежимся по разным партиям. А кто-то и по разным регионам разбежится. Не будет в этом трагедии. Ведь важно, как люди живут, а не какого размера квартира. У нас сейчас огромное общежитие, пропитанное ложью, ядом, новичком, чем хотите. Нам нужен такой дом? Нет. Нет. Сможем мы его исправить на новых основаниях? Посмотрим. Может быть и не сможем. И знаете, что ещё я бы добавил? Вот смотрите, мне тоже приходилось не раз общаться с западными дипломатами, политологами, политиками, депутатами Европарламента и национальных парламентов разных европейских стран. Ну, они прекрасно, они не дураки, они прекрасно понимают, кто есть кто. И одно дело, простите меня, я не хочу там сейчас никого обидеть, но для них одно дело Алексея Навального, и другое дело Леонид Волков. Это, знаете, вот история про того, что Сталин начинал как генеральный секретарь ЦК КПСС. Давайте, Мария Певчук. Нет, ну это есть команда Алексея, я уверен, что, конечно, стратегическую линию определяет он, другое дело, что в условиях, в которых Алексей находится, ну, понимаете, он смотрит на мир через глазок и через то, что ему рассказывают. А что ему рассказывают, это вот, тут дальше я не хочу, не хотите ни в какие, значит, дальше конспирологические подробности и дискуссии, тем более. Ну, послушайте, при этом невооруженным взглядом видно, что в отсутствии Алексея Навального некоторые его соратники пытаются заработать свой собственный политический капитал. Ну, Евгений Алексеевич, это же совершенно, ну, как бы, неизбежная история. Это неизбежная история. Это неизбежная история, но когда в тюрьме был Михаил Ходорковский, были люди, которые действовали от его имени, ну, а как по-другому? Что же делать? Такая ситуация. Это вопрос чистоплотности тех людей, которые действуют от имени человека, который находится в узилище. Да, это проблема. И это проблема. В этом смысле, да, вот Илья Яшин, да, в этом смысле, находится, может быть, даже в каких-то более выгодных, ну, как, если так можно вообще в кавычках сказать, условиях, да, потому что он... Он сам по себе. Да, он Илья Яшин. Но, между прочим, с моей точки зрения, безусловно, Яшин, это один из лидеров российской оппозиции, это просто человек, который, с моей точки зрения, является символом антивоенного сопротивления. Если Навальный это символ антипутинской оппозиции, то Илья Яшин стал человеком, который, ну, грубо говоря, взял на себя функции Навального в тот момент, ну, это бы делал Навальный. Илья Яшин повысил такие для себя так же риски, пошёл на эти риски совершенно сознательно, мы с ним общались, грубо говоря, за 15 минут до его ареста, вот по телефону последний раз. И, ну, собственно, не нужно было с ним общаться, чтобы не видеть очевидного. Только вот Илья Яшин, это символ антивоенного сопротивления, жаль, что о нём на Западе мало говорят. Потому что это... Потому что к Навальному там какие-то бутерброды, вот я считаю, что это нелепые претензии, бутерброды, ещё там какие-то русские марши, это вообще сейчас просто ни о чём. Но Яшин... Русские марши 20 лет назад были, по сути-то делали. Не 20, там... Ну, неважно, да, Яшин ни о чём вообще. Но вот Яшин, человек, который вот просто... Он представляет миллионы, десятки миллионов россиян, о которых сегодня, кстати, шла речь тоже в breakfast show. Прошу прощения, по-моему, об этом говорил Марк Фегин, да? Значит, совершенно справедливо. Мы не смогли доказать, к сожалению, людям на Западе, в Украине... Это не претензия, я сразу хочу сказать. Это ни в коем случае не претензия, здесь не может быть претензий. Но мы не смогли доказать, что десятки миллионов россиян действительно являются сторонниками антипутинского антифашистского сопротивления. Именно поэтому, последнее, что скажу, вот в Берлинскую декларацию, если помните, Евгений Алексеевич, вы присутствовали, я сформулировал пятый пункт, ну, видимо, потому что я резник, о том, что мы выражаем восхищение, или что-то в таком духе, теми людьми, которые сопротивляются открыто путинскому фашизму в условиях бешеных репрессий, и солидарность с теми десятками миллионов россиян, которые не соучаствуют в преступлениях путинского фашизма. И я считаю, это очень важно, потому что мы ни в коем случае не должны устанавливать... У нас будут разные, конечно, взгляды, но пропасть между теми, кто уехал, и теми, кто остался, быть не должна. Фундаментально мы все участники антипутинского антифашистского сопротивления. Ну, кстати, сейчас закончим тогда последнюю фразу, скажу по поводу письма Алексея Навального. Очень бы хотелось, чтобы в результате мы получили не очередной твиттер-срач или фейсбук-срач, а реальную какую-то попытку дискуссию, потому что я в этом письме вижу просьбу Алексея как раз подискутировать, как мы можем избежать повторения ошибок. Не взаимные какие-то обвинения, кто плохой, кто хороший, кого мы ненавидим, с кем, значит, рядом не сядем, а именно, как мы можем выстроить некую стратегию поведения, потому что рано или поздно случится так. Евгений Алексеевич сказал очень важную вещь о том, что действительно, вот эти два поколения демократов должны вместе помочь преодолеть сначала страхи российского общества перед новыми 90-ми, а потом пройти этот неизбежный период, он будет еще более тяжелый, используя опыт и тех, и других. Вот в чем наша главная задача. А потом можно превратить по разным партиям. Вот о чем идет речь. И в этом смысле, я считаю, вот в этом направлении должна идти дискуссия. Поэтому я и говорю, что я очень надеюсь, что наши друзья, товарищи, соратники, лучшие из нас, участники фонда борьбы с коррупцией, самые мужественные из нас, присоединятся к самому важному процессу, потому что это будет самая страшная ошибка, если мы не сможем в этом процессе принять полноценного участия. Потому что уже были многие ошибки, которые, как мне кажется, не стоило делать. Но сейчас главная задача все-таки продемонстрировать и внутри России, и нашим партнерам, что мы действительно понимаем необходимость решения общей задачи, первоначального демократического становления в России общими усилиями. Только тогда линия Кубилиуса победит в Европе. По поводу в целом отношения к россиянам, к гражданам Российской Федерации, мне кажется, ни один из вас не назвал это ключевым событием, но в моем понимании это как раз то, что возможно не было на первых каких-то страницах, но демонстрируют именно, что глобальный сдвиг это появление проекта «Хочу жить», вернее, объявление о намерении этого проекта «Хочу жить» освобождать российских политзаключенных. Это украинский государственный проект. И они говорят, ребята, мы будем бороться за российских политзаключенных, которые оказались в колонии из-за антивоенных выступлений, которые выступили против и поплатили за это свои свободы. Вы сегодня говорили об этом в «Брекфаст-шоу», я хочу сказать, этот проект, который говорит о том, и боец ВСУ, и Алексей Навальный на одной стороне, на стороне добра в борьбе против путинского фашизма. Вот о чем говорит этот проект. Евгений Алексеевич, вы в Украине долго прожили. Да. Давайте попробуем это оценить и с точки зрения того, насколько это важно не только для российских граждан, но и для Украины. Вот публично сказать такое. Ну, послушайте, я вам так скажу, что все-таки этот проект... Давайте не будем торопиться с далеко идущими обещаниями, скажем так. Пока все, что произошло там, объявлено о том, что да, в рамках этого проекта... Это декларация о намерениях. Это декларация о намерениях. Да, в рамках этого проекта будут предприниматься попытки добиваться освобождения политзаключенных. Это далеко не вся проблема в целом, потому что есть проблема, например, принятия политических беженцев из России на территорию Украины. Это не так-то просто, как кажется со стороны, потому что в условиях войны сразу у украинских соответствующих служб возникает масса вопросов, а где гарантия, что под видом политических беженцев или под видом противников войны, противников путинского режима к нам не будут засылать шпионов и диверсантов. Ну, простите, война идет по своим правилам. Абсолютно обоснованные опасения. Абсолютно обоснованные опасения. Этим проектом занимается главное управление разведки. Мне даже пришлось однажды брать большое интервью у представителя вот этого самого ГУРа, который курирует работу данного конкретного проекта. И он подробно рассказывал, что на самом деле даже вот когда российский военнослужащий обращается в интернете или по опубликованным телефонам звонит и заявляет о своем намерении, о своей готовности сдаться в плен, все равно его долго проверяют и перепроверяют возможными способами, которые имеются в арсенале соответствующих украинских спецслужб. Кстати, с теми, кто сидит в тюрьме, по уже объявленным обвинениям, где состоялись вот эти вот обезьянные процессы, по статье о фейках против армии или каких-то еще статьях, с ними, может быть, даже в каком-то смысле проще. Их будут, я надеюсь, возможно в будущем включать в списки на обмен, но там ведь будет упираться еще и в готовность этих людей выйти на свободу в рамках обмена. Не все захотят. Не все, возможно, захотят. Главное, что... Есть шанс на то, что здесь произойдет какая-то подвижка, потому что есть... Там много разных судеб. Вы знаете, вот нам есть люди, которые еще в 2014 году или после 2014 года добровольцами стали воевать за Украину вот в период так называемый АТО, гибридной войны, как мы часто вспоминаем, вот этот восьмилетний период, которые получили тяжелые ранения, лишились там некоторой рук и ног, стали инвалидами и оказались, в общем, в подвешенном состоянии. Особенно после того, как началась война уже послемасштабная и вообще вопрос о предоставлении украинского гражданства или постоянного вида на жительство был, что называется, поставлен на стоп. Это тяжелая история, которую просто так не разрешить в ходе войны. Я знаю случаи конкретные, я даже вот сейчас не хотел бы называть конкретных фамилий, потому что, назвав какую-нибудь конкретную фамилию, или рассказав какой-нибудь конкретной судьбе, я могу этому человеку просто навредить. Я знаю совершенно, казалось бы, с точки зрения простого обывательского восприятия, чистые прозрачные истории, как люди не могут, например, попасть в Украину, хотя хотят воевать добровольцами, а их просто физически не пускают туда. Потому что, говорят, ребята, а мы не готовы дать вам визу. Мой коллега Пётр Рузавин снял прям фильм про людей, которые воюют на стороне ВСУ, россияне, и они рассказывают в том числе о том, как это непросто. Очень непросто. Как это непросто. Очень непросто, при том, что, смотрите, там вот мы даже смотрим иногда ролики, которые выкладывают участники боевых действий, там, ВСУ, видно, что язык окопов далеко не обязательно украинский. Зачастую в окопах говорят и на суржике, и на русском языке, как придётся. Немецким антифашистам тоже, я думаю, было непросто, при том, если в Красной Америке. Да, да. Но, думаю, ещё более непросто. Очень много, к сожалению, очевидных параллелей между немецкими антифашистами, между немцами, которые были против Гитлера, и русскими, которые сегодня против Путина. Ну, мне кажется, здесь очевидно совершенно. Для меня, независимо от того, что происходит, занозой в сердце, конечно, сидит Петербург. Понимаете, город, который отстояли в блокаду во время Второй мировой войны от фашистов, сегодня реально захвачен фашистами, им управляет Гауляй Торбеглов. Конечно, ситуации очень похожи, и здесь, мне кажется, ещё раз говорю, это не война паспортов. Да. Короче, читаем ремарка. Читаем ремарка и наматываем на ус себе, как надо воспринимать ту печальную судьбу, которую история нам уготовила. Можно ещё Франкла читать. Максим, вы как считаете, вот это объявление, что украинский государственный проект упомянуло российских политзаключённых, это важно или нет? Это можно относить к ключевым каким-то событиям. Это настолько важно, что я даже скажу крамульную вещь. Я, конечно, хочу, чтобы как можно больше людей вышло на свободу, но даже если не удастся выменять ни одного, сам факт постановки вопроса говорит о том, о чём много раз говорил Арестович, которого сейчас тоже много обсуждают. Ещё раз говорю, это не война паспортов. У меня ничего с путинскими фашистами, кроме паспорта, общего нет. А с теми, кто за Украину, у меня вообще всё. Желание жить свободно, чтобы права человека были главной ценностью. Это же так очевидно, что нельзя здесь проводить границу, тем более уж по национальности. Поэтому, ещё раз говорю, сама постановка вопроса говорит о том, что в правильном направлении разворачивается ситуация. Ещё раз говорю, даже если не удастся решить там практические вопросы. Ещё одно событие. Про учебник истории обязательно поговорим, потому что это глобальная очень штука. Но событие, которое тоже вы не упомянули, но мне бы хотелось понять, насколько важным вы его считаете, как вы встраиваете его в общий контекст, является ли он, эта новость, какое-то ключевое или нет, событие, это ключевое или нет, это атака на голос. То, что мы наблюдаем минувшие сутки, массовые обыски, мы видели допросы, и мы знаем, что Григорий Мельканьянц был оставлен в ВВС, видимо, сегодня будет решено, что дальше отправляют его в СИЗО или нет, потому что речь идёт о уголовном деле, к сожалению, вот эта атака на голос, который всегда подчёркивал свою суперпрофессиональность, нейтральность, независимость, не участие в политической вещи, а исключительно научный подход к выборам и к процессу голосования. Тем не менее, мы наблюдали, как за сутки, ну, буквально облаву, настоящую облаву. Стоит это помещать в ряд ключевых событий, и если да, то почему, если нет, то почему. Максим, пожалуйста. Это очень печальные события, безусловно, это продолжение раскручивания маховика репрессий, ну, не надо говорить, что голос был независимым, голос был за правду, а система-то лживая, ну, естественно, они воспринимались как враги, здесь и не надо какие-то иллюзии было строить. Но почему я не включил это, потому что это событие, где глобально ничего не изменяет, ни в смысле ситуации в России, ни в смысле будущих выборов, потому что на выборы эта ситуация точно никак не влияет, потому что сегодня там участие в выборах в России ну, точно не связано никак с возможностями наблюдения. Еще, ну, кроме того, есть какие-то нюансы, связанные с тем, что мы видим, что политическими процессами уже руководят люди на 2, которых только одна извилина буквой Z в голове, да, уже там, не то, что там сурковские изыски, там даже кириенковские какие-то там потуги, и то уже там отброшены. Никого это ничего уже не волнует. И в этом смысле я считаю, что, к сожалению, к сожалению, это страшное событие с точки зрения судеб конкретных людей, глобально ничего не меняет, просто раскручивание маховика репрессий, это то событие, которое просто в ряду многих. Евгений Алексеевич, согласны с Максимом? Это просто событие в ряду многих последних репрессивных каких-то сюжетов? Я согласен, я согласен. Я бы не, ну, как сказать, это ужасно, это очень плохо, это прискорбно, это вызывает гнев, хочется их всех поубивать, вот этих людей, которые занимаются этими репрессиями. Это же не Путин делает своими руками, там сотни, если не сказать тысячи людей, ему в этом помогают, деятельно, да, ручками своими, да, это как и вот, и на войне, не Путин жмет на кнопку, посылая очередную ракету по цели где-нибудь в мирных кварталах того или иного украинского города. Это вполне живой человек делает, совершенно четко понимая, что он при этом делает и какие будут эти последствия. Вменяемый человек, да, и поэтому, конечно, у меня в душе все это кипит от этого, да, и когда я вижу последствия очередного ракетного удара по одному из украинских городов, и когда я читаю новости о том, как опять путинские опричники куда-нибудь пришли, кого-нибудь арестовали, учинили обыски, закрыли, объявили врагами народа, вот, я был взрослым человеком, в брежневские времена уже достаточно взрослым человеком, и у меня были знакомые и даже родственники, которые коснулись репрессии брежневского времени, такого прибрежневника, пусть меня коллективный подробинок придаст анафеме, да, но такого беспредела, как сейчас тогда не было. Но в рамках творящегося беспредела очередной наезд на очередную порядочную, достойную, демократическую, правозащитную организацию, ну, господа, ну, что остается сказать, ну, вот, и к этим тоже пришли. Это вот там, 37-й год по версии 2.0, знаете, когда за кем-то не приходили в те времена, в 37-м или там в конце 40-х, начале 50-х, очень часто люди разводили руками, господи, как же им повезло. Да, вот у меня мой покойный дед любил об этом тоже вспомнить и говорить, вот каким же чудом я бывший буржуазный специалист, там, беспартийный, уцелел, при том, что там, я еще в дореволюционные времена был главным инженером достаточно крупного металлургического завода. Моего сына, моего отца. Там не хотели даже в институт из-за этого принимать. И тогда дед мой ходил куда-то, к какому-то высокому начальству и рассказывал, что если вы не примите мальчика в институт, то я готов пойти опять работать слесарем, потому что я начинал свою карьеру слесарем-лекальщиком, а только потом стал главным инженером в царские времена. А это потом могло аукнуться, но вот уцелел, понимаете, вот уцелел, понимаете. Я всегда вспоминаю, смешно, что там мама моя покойница, когда умер Сталин, поперлась зачем-то на похороны, там чуть не погибла. Хотя по ее семье катком проехался и 37-й год, да. А отец, у которого чудом вообще вся родня уцелела, пошел с друзьями пить водку за то, что усатый сдох. Ну, мне тоже повезло. Вот дед, в честь которого я назвал, он вообще был в белой армии воевал и тоже. Уцелел? Да. Бывало и такое. А сейчас, знаете, вот косят, как там. Ну, сейчас уровень репрессий, по-моему, Балдимилов правильно сказал, первый, что после 1953 года такого уровня репрессий не было в России. Это очевидно. После Сталина такого уровня репрессий, конечно, не было. Но все это мы знаем, что ученики старших классов ничего про сталинские репрессии не прочитают. Ну, кое-что. Ну, они прочитают про перегибы на местах. Перегибы на местах. Вот про катастрофу распада СССР точно прочитают. Про то, значит, как Запад плохой, ужасный всем мешал. А вот советские власти хорошие там, чеченцев спасали, как могли. Там вообще как-то пытались, чтобы людям лучше было жить. Вот этот учебник истории, который сейчас все обсуждают, по которому, видимо, будут учиться старшеклассники, и который ужасает, мне кажется, любого, кто его прочитал, не только главу про современную, 37-ю, вот ту легендарную 37-ю параграф, но в целом, да, если ознакомиться, там что-то около 450, по-моему, страницы, и каждое прям дистиллированное зло. Это укладывается в какую-то общую концепцию. Почему вы это выделяете как ключевое событие? Мы же видим, что Путин довольно давно интересуется историей, да, у него там, значит, какие-то альтернативные карты ему Зорькин приносит, сам он там в архивах какие-то рассказывает. Лекции Ключевского, помните, слушает. да, его тянет в эту историю давно, давно. Мы все мыслить исторической фигурой, конечно. Да, почему сейчас мы обращаем внимание на этот учебник и считаем это каким-то важным и ключевым событием, если считаем, не знаю, Евгений Алексеевич, для вас это важная история с появлением этого нового учебника, истории? Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот этот вот учебник, одним из авторов которого является Мединский, это в некотором смысле какая-то плата за услуги Мединским оказанные Путину. У меня вот такое четкое ощущение, что вот это знаете, царская милость, спасибо тебе, послужил мне, вот теперь быть посему новые поколения российских людей будут учиться по твоему учебнику, Владимир. Типа вот соболья шуба такая с царского плеча. И я, честно говоря, не думаю, что Путин вообще там как-то специально об этом размышляет. Мединский, как я понимаю, был для него одним из авторитетов в этой области, из консультантов, который научился с ним общаться таким образом, что Путин его слушал. Кого-то он не слушал, а его слушал. Который, говорят, был соавтором путинских статей, точнее, человеком, который писал вот эти исторические опусы, посвященные мнимой истории Украины. которые, между прочим, эти статьи предшествовали. Кто-то из моих знакомых, я помню, прочитал статью, опубликованную летом 21-го года, и сказал, ну все, теперь понятно, будет война. И я оказался прав. чубаров. Но, мне кажется, что появление этого истории, там, есть и Чубаров, и Чубаров. Я не знаю, кто там есть, мы их все равно, это все же будет... Таркунов, меня поразило присутствие там. Таркунова, ректора МГИМО, которого я когда-то в далеком прошлом знал, как вроде бы приличного человека. В далеком прошлом было много людей, которых я знал, как приличных, и которые стали не рукопожатыми. Война всех выявила. Да, не только война. 20 лет путинского правления. Война особенно ярко. Максим, а тогда расскажите, почему вы считаете это ключевым событием? И согласны ли вы с тем, что это соболь и шуба, которую с царского плеча махнули Мединскому? Все-таки речь идет о том, чтобы вдалбливать подросткам в голову, они же потом будут ЕГЭ сдавать. Соболь и шубы не главная проблема. Мне кажется, помимо тех вещей, о которых я говорил в самом начале нашей беседы, мне кажется, создан станок такой. Помните, в «Велоседине колец» армия Сарамана, он урукхаев делал, помните? Вот создан станок по производству урукхаев. Каждый Новый год какое-то количество урукхаев взрослых будут рождаться, воспитанных этим учебником. Как учитель я точно знаю, что какое-то количество детей безусловно учатся по учебнику. Довольно большое количество учителей, тем более в наше время, когда не требуется никаких профессий, таких вот особенных качеств человеческих, хороших, чтобы быть учителем, а наоборот, другие качества требуются, ну, как, собственно, во всех профессиях. Преподают по учебнику, особенно не вникая. Контроль не так, то есть, это станок. Конечно, будет большое количество детей, вы сегодня говорили тоже об этом с Тамарой Натанной в Брекфаст-шоу, которые, конечно, как-то уклоняться от этого, все поймут, не станут на этот бред, значит, воспринимать, но какое-то количество и довольно значительное, и поэтому каждый год пребывания Путину у власти будет рождать новое количество Рукхаев. И поэтому, чем бы соответственно, ну, я просто надеюсь и думаю, что этого времени у вас осталось совсем мало, и в этом смысле этот учебник, в данном случае, буду противоречить себе, то есть это не столько плохое событие, сколько хорошее позволит выявить тех людей, которые были способны на такое преступление и ляжет обвинительными доказательствами в материалы уголовных дел, но в целом, конечно, если вдруг предположить, но мы не можем ничего исключать с точки зрения возможностей вероятностных, что Путин довольно долго еще протянет, или его режим еще долго протянет после Путина, потому что учебник-то они вряд ли станут переписывать, хотя, Бог его знает. На самом деле, есть много хороших учебников, написанных давным-давно, и в этом смысле проблем с этим не будет, когда этот режим будет демонтирован. Но, еще раз повторю, помимо насилия над душами, это еще и станок. Сразу скажу, что мне кажется, что это преступление гораздо более серьезное, чем преступление какого-нибудь росгвардейца, который с дубинкой нападает на безоружного взрослого демонстранта, ну, или даже не взрослого. Это тоже преступление, оно тоже должно понести наказание, но еще раз повторю, это, помимо уродования душ, это еще и станок. Поэтому я не исключаю, что авторы этого учебника преследовали такую цель. Хотя, соболь и шубы там всегда присутствуют. Тем более, сейчас они многие воспринимают, с чего мы начинались, как последний день Помпеи. Тащи все, что можно, все, что еще осталось. Тут вы сами себе противоречите, прошу буквально минуточку, прошу прощения. Значит, либо последний день Помпеи и тащи все, что может, что утащишь, либо мы надеемся жить достаточно долго, чтобы дети учились по этим учебникам и выдавали нам Урукхаев каждый год. Путин надеется на Урукхаев. А я говорю на то, на что настроены, что уже отлично понимает подавляющая часть элиты. Сегодня в России, мне кажется, я говорил себе об этом с самого начала войны, что в российском обществе не будет консенсуса по поводу войны. Даже когда война будет проиграна и катастрофа наступит, будет большая часть общества, которая будет говорить, ну, типа Стрелкова-Гиркина, проиграли из-за предателей и так далее, и так далее. Так консенсуса нет по поводу Великой Отечественной. Да нет, я просто о другом хотел сказать. Я хотел сказать, что сложится консенсус по поводу Путина. Формула Володина, вот эта знаменитая есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, которую мы реализовали столь блистательно. Сменится на формулу есть Путин, нет России, нет Путина, есть шанс. Путин сегодня человек, который не имеет никакой социальной базы в российском обществе. Он не представляет ничьих интересов, ну, кроме небольшой группы людей, ну, относительно небольшой, которая наживается на войне. Потому что для нас с вами, для протестантов, он преступник, а для ультрафашистов он лузер. А для элиты, он человек, который отнял у них будущее детей и внуков. В этом смысле, я и говорю, чтобы недолго ему, ну, он-то думает по-другому, он-то себе, помните, как место встречи изменить нельзя? А ты, видать, давай твое здоровье выпьем, ты, видать, себе два века намерил, говорит Шарапов, горбатому. Ну, и как там дело закончилось через денек с горбатым? Евгений Алексеевич, да, прошу прощения, не дало мне сказать. Нет, я хотел просто добавить, что, понимаете, дело не в тексте, который написал Мединский. Какой только макулатуры они выпустили за последние 20 лет на исторические темы. Я, помнится, приходил в ужас ещё там 10-15 лет назад, бывая в Москве, и глядя, что торгуется на полках книжных магазинах в разделе «История». Там же ужас-ужас. Там не только Мединский. Там Дугинско-Мединского бреда всегда хватало. Да, вопрос в том, что вот когда этот учебник становится единственным источником мудрости для подрастающего поколения, так сказать, вот это вот страшно, да. И, конечно же, да, Путин рассчитывает на то, что он ещё долго будет воевать с Украиной. Я думаю, что после того, как не состоялся Блицкрик, он уже выстроил у себя в голове совершенно другую конструкцию. Он рассчитывает, что это будет мобилизованное на войну общество, которое в таком состоянии может просуществовать, пока он жив, пока он у власти. Вот, и для этого, конечно, ему нужны выпускники школ с хорошо промытыми мозгами. Дальше, ну, вы понимаете, я, к сожалению, очень плохо представляю себе, что такое современная школа. Вот, я помню свою школу, да, себя помню в 10-м, в 9-м, в 10-м классе. Вот, в моё время, по сути дела, когда ты переходил из 8-го класса в 9-й, отечественную историю и тебя как бы начинали преподавать заново, я не помню, с какого именно периода, но, по-моему, с восстания декабристов, или с... Ну, в общем, где-то вот... Делали, да, обобщающие, да. Да, да, и дальше начинали преподавать заново. Я помню, что у нас был замечательный, у меня учитель истории, Игорь Иванович Мельников, который, к сожалению, давным-давно уже ушёл из жизни. Вот, я его вспоминаю с благодарностью, потому что он ко мне привил любовь к истории, да, вот он сказал, ребят, значит, запомните, всем, кто не хочет учить историю на моих уроках, я обещаю поставить тройку. Вот, всем, кто хочет учить историю, учебники закрыть и больше их не открывать. Я вам буду преподавать историю, как преподают её в университете. Мы будем читать лекции и проводить семинары. Вот. И это было его отважное решение, потому что в любой момент мог прийти какой-нибудь инспектор из-за... Да, это исключение. ...горано, и сказать, а что это ты здесь устраиваешь? Ну, инспектор Горрано не приходил, потому что это было время, когда мужчины-преподаватели в школе вообще, и в частности преподаватели истории, были на вес золота. Да, это да. И чтобы мы потеряли нашего дорогого товарища Мельника, вот, Господи, пусть он делает всё, что хочет. А дальше вступало вот в силу профессиональное чувство ответственности, любовь к профессии, гражданское чувство, если угодно. Притом, что я знаю, потом я познакомился с его однокашниками, так случилось, его однокашник, с которыми он тоже учился в университете, оканчивал ИСТФАК, МГУ. Некоторые из них стали выдающимися учёными, они говорили, ой, Игорь, а вот Игорь, он был одержим, он хотел работать в школе. Если вернуться к тому, о чём мы немного уже говорили, да, как Путин видит в себе это будущее, что вот он остаётся в власти, война продолжается в каком-то виде, ему нужны люди для того, чтобы пополнять эти запасы пушечного мяса, но одновременно с этим мы периодически слышим какие-то голоса, на этой неделе такой голос прозвучал в исполнении бывшего французского президента. Стоит ли на это обращать внимание, или мы не рассматриваем это как нечто важное и ключевое? Вот эти вот обсуждения давайте мы отдадим. Я об этом сказал в начале, я сказал, что поскольку всё, что связано с успехами или неудачами Украины является важнейшим фактором, конечно, то, что мы откопали этого упыря саркази, но это, конечно, часть общей конструкции, часть общей. И вот даже, я думаю, что выступление начальника аппарата или как он руководитель офиса НАТО, который он потом... Дезавуировал его. Знаете, осадочек-то остался. Остался, конечно. Вот именно. Я думаю, разные вещи я потом скажу, если он позволит. Ну, может быть. Я думаю, что Евгений Алексеевич, конечно, я как со своей колокольни, как я это вижу, я вижу, что таких вот призывов стало больше. Это связано, конечно, наверное, субъективными факторами, что ожидания были завышены от наступления, еще там с чем-то. Но в целом, конечно, я думаю, что единственное, в чем Путин преуспел, это, конечно, вот в этом подкупе, в масштабности. Война вывела масштабность подкупа, которую мы имели вот в рамках западного политикума и не только. И мы понимаем, что у вас, с одной стороны, партия бабла, вот, собственно, которая подкуплена, и партия страха, которая боится распада России и какой-то смуты, они, конечно, стараются склонить Украину принять путинские условия. И я считаю, что это выступление Саркази, безусловно, инспирировано Кремлем. Он вор и взяточник, это доказано судом. И, конечно, кому нужен этот человек, который во Франции никому не нужен? Он вообще никто во Франции, просто никто, вор и взяточник. В российской пропаганде. Конечно, в российской пропаганде, понимаете, у нас и человек, который, так сказать, с бусами и с барабаном бегает, считается величайшим светочим дипломатией. Ничего не вижу плохого в том, чтобы с барабаном и бусами бегать. Ну, понимаете, просто есть разные жанры. Профессора истории, политологии, международных отношений, люди, которые бегают с бубнами и бусами, это, как правило, разные люди. Но в рамках российской пропаганды те, конечно, лучше разбираются в политике, международных отношениях. Поэтому Саркази, конечно, часть этой истории, потому что у Путина не получается, и он понимает, что раньше или позже война будет проигрывать. Может, даже он догадывается. Хотя вокруг все понимают, но может, даже он догадывается. Поэтому, конечно, ему важно остановить войну. Почему? Вот я считаю, что все, кто пытается сегодня и внутри России, и за рубежом, под видом, давайте, чтобы не гибли люди, остановимся, прекратим все это. Знаете, с чем я это сравниваю? Это, знаете, прекратить изнасилование, но жертва и насильник остаются в тех же позициях, просто двигаться перестают. Вот что предлагают эти люди. Это, конечно... Хуже того, простите меня. Партия Яблоко в том числе. Да, хуже того. Это, знаете, вот как в 43-м году предложить, после того, как Красная Армия на фронтах Второй мировой войны достигла определенных успехов, судьба войны еще не была вполне решена, но можно было знать, а давайте мы сейчас прекратим войну, и пусть там евреи продолжают уничтожаться в лагерях смерти. Это внутреннее дело германского государства. Главное, да, прекратим правопролитие. А вы знаете, я что-то хотел сказать по поводу главы офиса НАТО. Что Саркази и НАТО это не одно и то же. Это разные вещи, мне кажется, потому что, как говорят мои друзья и знакомые, живущие во Франции, или там хорошо разбирающиеся во французских делах, ну все, Саркази во французском общественном мнении больше не существует. Он вор и взяточник, и это доказано в суде, и его больше нет как величины, влияющие на настроение французов, ну, за исключение, может быть, каких-то там маргинальных групп. Членов семьи. Членов семьи, там, не знаю. То же самое, как не существует Шрёдера, который превратился просто в путинскую обслугу. В символ, как бы даже. даже в символ шрёдеризации европейских элит. А вот что касается вот этих настроений, которые иногда всплывают на поверхность в виде каких-то неудачных заявлений натовских аппаратчиков или каких-то других официальных лиц, ну, вы понимаете, я так это объясняю, что там тоже идут дискуссии, там тоже люди обсуждают какие-то варианты. И, допустим, между главой аппарата генерального секретаря НАТО, или как он там называется, руководитель канцелярии генерального секретаря НАТО, и, возможно, генеральным секретарём самим Столтенбергом, возможно, там 10 раз были какие-то разговоры. А что, если так? А что, если так? А что, если так? Ну, и этот глава аппарата мог подумать, что, а может быть, это нужно озвучить. Вот, мой шеф мне несколько раз об этом говорил, может быть, мне нужно запустить пробный шар, может быть, я так понял вот это настойчивое возвращение в разговор к какой-то определенной теме. И он взял это и озвучил, а потом прибежал к нему Столтенберг и сказал, ты что наделал? Ты что наделал? Зачем ты об этом сказал? Ты чего, с ума сошел? Так я... Нет, это разная природа. Это разная природа, Просто таких сарказей отравляют воздух, и некоторые отравляются, я прошу прощения. да, да, да. Но, тем не менее, опять же, как сказал Максим, осадочек-то остался. Осадочек остался, и будем ли мы случайно или намерены или слышать и дальше подобные предложения, подобные заявления, потому что это же такая тема, которую сейчас прям многие вбрасывают, Запад устал, там выборы, сям выборы, а вот там у Байдена свои проблемы, а вот еще Трамп, и прочее, прочее. Я думаю, что выдается желаемое за действительность. Очень много случаев, когда просто люди, которые ищут простых решений, пытаются себя сами успокоить вот такими разговорами. Нет, ну слушайте, Запад не может до бесконечности помогать Украине. Да может. Трамп, слушайте, в Америке существует двухпартийный консенсус по поводу помощи Украине. Там действительно есть небольшая группа радикальных отщепенцев, я бы так даже сказал, от республиканской партии, которые занимают там особую позицию по вопросам, связанным с американской помощью в Украине. Давайте не будем забывать, что республиканская партия, в конце концов, это партия крупного капитала, это партия финансово-промышленной элиты Соединенных Штатов. Значительная доля денег, которые ассигнуются на помощь Украине, остается в Америке, потому что это идет на расширение военного производства, военных заказов, на инвестиции, на создание новых рабочих мест, поэтому надо разделять две вещи. Популистские заявления, которые иногда кто-то делает в Америке по поводу помощи Украине, и реальные отношения к тому, что происходит, и как это отражается, в том числе и на экономической ситуации в стране, там очевидно, что военный промышленный комплекс Соединенных Штатов в этом смысле сейчас чувствует себя совершенно замечательно, потому что есть новые заказы на производство артиллерийских систем, ракетных систем, боеприпасов, и масса всякой всячины, которая потом отправляется в Украину, возможно, не теми темпами, возможно, действительно, там происходит торможение, возможно, вмешиваются те или иные политические севиминутные соображения, но, вы знаете, я вдруг подумал, у меня это выболталось, мы сейчас где-то, образно говоря, в 43-м году находимся, понимаете, потому что война еще долго будет продолжаться, но... Это зависит, будет ли успешен Штауфенберг? Не только, не только. Просто я надеюсь, что оттуда последует... Вы припомните, на самом деле, ведь Тегеранская конференция, которая определяла будущее Германии, и будущее... Это была, как бы, первая прикидка поговорить о будущем Германии. Тегеран 43, да. Тегеран 43, это же было тогда еще, когда исход войны был не решен, когда в Берлине еще разодетые толпы вечерами ходили по улицам, когда работали театры, рестораны, кинематограф, и когда авиация союзников еще не стирала с земли целые кварталы мирных городов в глубоком тылу Рейха, а уже договаривались о том, как будет устроена Германия после войны. И не Германия, и мир. И мир, и Германия, и на самом деле, мне вот тут еще очень понравилось то, что Сергей Алексашенко пару недель назад опубликовал, как менялось общественное мнение в Америке во времена Вьетнамской войны. Для меня это было совершенно открытием. Оказывается, Гэллоп фиксировал на протяжении первых двух или там двух с половиной лет войны массовую ее поддержку. Да, конечно. И только где-то вот на рубеже 67-68 годов... Хипи сбивали на улицах. Да, да. И только вот под конец 67-го, начале 68-го года, когда количество жертв перешло в качество, когда гробы стали идти широким потоком, тогда стало меняться. Тогда вот кривая поддержки стала резко идти вниз, а кривая антивоенных настроение резко вверх. Знаете, мне, кстати, про вот этот период... Это к тому, когда начнет меняться общественное мнение в России. есть любимый фильм «Суд на Чикагской семеркой». И это событие 68-го года. Да, да, кстати. Кстати. И это, да, про то, как меняется... Там интересно, что вот в тот момент примерно, когда кривые стали приближаться и пересекаться, да, в тот момент Линдон Барри Джонсон принял решение не идти на выборы и не переизбираться на второй сцене. Ну, знаете, Евгений Алексеевич, я, наверное, не знаете, в чем не соглашусь. Нынешний режим путинский, он, конечно, по многих чертах напоминает гитлеровский, но намного-намного слабее. По всем абсолютно параметрам. Вот еще раз обращу внимание, на что я уже говорил. Идеологии нет у Путина. И поддержки войны нет у ее. Нет... Ну, как нет идеологии? Понимаете? Те, кто поддерживает... Те, кто поддерживает войну, сидят вот уже в Филифортово. Понимаете? Война нужна Путину и вот этим самым ультрафашистам. Но она не нужна ободавляющей части элиты. Идеология есть, Татьяна. Послушайте. Идеология вот в этом учебнике Мединского. Идеология в победобесии. Идеология в прославлении имперского прошлого. А я думаю, что если бы идеология была, не пришлось бы объявлять мобилизацию. Если бы была идеология, обратите внимание, сколько добровольцев... Люди бы не уезжали из страны и не прятались бы от повесток. Их не заставляли бы регистрироваться на электронное голосование. Но чем дольше будет война продолжаться, тем больше будет появляться. А мы не обольщаемся, говоря о массовости протеста против мобилизации. Это не столько протеста, сколько... Я думаю, что больше миллиона. Хорошо. Я не говорю про протест. Я говорю про отсутствие поддержки. Ну, там надо же иметь в виду тех, кто подвергается мобилизации. Многие скрываются внутри России. Нет, но всё равно это очень небольшой процент. Для государства, где живёт 145 миллионов человек, ну да, допустим, там надо вычесть стариков, вычесть детей, но всё равно... Ну, вот смотрите, кто выгодоприобретатель этой войны? Те люди, которые могут на этом заработать деньги. Много мы видим людей, которые пошли добровольцами? Ну, относительно-то. Нет, относительно не очень. Какое это количество? Так выгодоприобретатель не идёт на фронт. Он в тылу выгодоприобретательствует. В тылу никакого выгодоприобретательства уже точно нет. Уже нет таких категорий населения, которые им нравятся, что происходит. В лучшем случае... Выгодоприобретатели — это люди, которые работают на оборонных заводах, где сейчас растут зарплаты. Вот это и есть ключевое. Где военные заказы растут. Если война будет затягиваться, количество этих людей, вовлечённых в неё, конечно, будет увеличиваться. Это люди, которые социальную помощь семьям погибших. Так я говорю, что такая идеология сводится к деньгам. Конечно. Деньги — главная скрепа. Это единственное... Ну, то есть Путин превратил войну в социальный институт. У тебя нет возможности получить образование, найти работу и прочее, прочее. Твой единственный социальный лифт — это война. Это не идеология, это скорее практика. Да, и это... Ну, а потому что идеологии нет, приходится заменять это вот такой... Это идеология, это вот... Можем повторить. Деды воевали и побеждали. Уже не срабатывает. Уже даже про динансификацию никто не говорит в телевизоре. Вы знаете, коллеги, мне кажется, даже не так уж важно, что думают протестанты или ультрафашисты. Мне кажется, очень важно, что думает элита. Как она воспринимает последствия этой войны. Потому что именно она будет определять. Ну, какая именно элита? Если это та элита, которую вот в расследовании проекта поимённо перечислили, как они на войне зарабатывают... Важно, что думают две тысячи человек, которые сегодня оказываются, пока мы с вами разговариваем... Это верхняя часть. Они были эвакуированы из Москва-Сити. Вот видите как. Видите, что, оказывается, пока мы с вами тут болтаем, была объявлена смешная эвакуация из Москва-Сити. Это высшая часть этой самой элиты. Из-за этих самых ожидавшихся новых прилётов беспилотных. Ну, вы назвали это опричненной в широком смысле слова. То есть, это те люди, которые... Ну, там, не знаю, директоры театра государственного до росгвардейца, которые так или иначе являются бенефициарами режима. Они от войны мало что получают. А вот эти две тысячи вообще очень многое проиграли. Потому что, вот знаете, как я себе... Ну, мне многие это прямо объясняли. Как, почему они участвуют во всём этом безобразии. До войны, конечно. Они говорили так. Ну, ты понимаешь, вот я ворую. Да, я ворую, но я же никого не убил. Ну, я там на ноль-ноль от отворованного построил какую-нибудь парочку церквушек. Значит, ну, значит, с высшим начальством я договорюсь, передам туда, значит, наверх нужную сумму. Но зато моим детям и внукам воровать не придётся. Так они себя оправдывали морально. Потому что мои дети и внуки будут жить в Европе, учиться в Европе, работать... Вот. Так вот, вот, ключевой момент. Путин всё это у них отнял. Поэтому я и говорю о том, что у Путина нет серьёзной базы поддержки. Да, конечно, есть ФСО, есть те, кто зарабатывает на войне, есть глубинка, которая никогда не видела таких денег и идёт поэтому воевать. Но акторы политического процесса, те, кто запустили процедуру 24 июня, я имею в виду Заговорняк Пригожина, вот эти люди будут определять. Я думаю, последствия 24 июня мы ещё увидим с вами. Знаете, это как касатка всплыла и снова ушла под воду. Вот эти процессы, о которых вы сами начали говорить, помните, в самом начале, да? Да. А то, что я назвал словом «отползай», они понимают, Путин тащит их и их семьи в бездну. Они воровали, они, у них эта философия была о их жизни, чтобы вот воровать, чтобы дети и внуки могли жить хорошо. Так получается, я зря воровал, да ещё дети и внуки прибегают и говорят, папа, мама, дед там совсем сбрендил, что ли? Нас из Европы выгоняют. Поэтому, я понимаю, что все говорят, страх перед Путиным, но 24 июня мы увидели, что Путина мало кто боится. И главное, никто не готов защищать. Поэтому я думаю, что в очень скором времени мы увидим что-нибудь похожее на 24 июня, и мы не можем, конечно, говорить, какую форму выберет история. Но понимаете, в марте 1801 года Павла I вся элита ненавидела. Но про шарф и табакерку ещё никто ничего не знал. Здесь, может быть, будет, я не знаю, зарядка от айфона. Кстати, будет символично. Человек, который никогда не держал в руках айфон, придушил зарядка к айфону. Айфоны запретили приносить. Боятся. Не просто так. Боятся. Не просто так. Так что какую форму выберет история и кто кого сделает своим инструментом, я не знаю. Но мне представляется, что предпосылки все созрели, проигрывающие диктаторы. Вы звучите просто невыносимо оптимистично. Ну, я так действительно думаю, что же делать. Что же мне теперь специально на себя на тоску? Нет, нет, наоборот, это приятно слушать. Если есть разные сценарии, на самом деле, конечно, нужно обсуждать все. Но мне кажется, во время войны, а мы находимся в состоянии войны, есть вещи очень важные. На оптимистичных сценариях лучше концентрироваться. Знаете, это как патронусы. А пессимистичные, как дементоры. Вы не думали никогда, почему у нас все время говорят про 86%? Это ведь не только форму величия, как велик наш президент преследует. Это форма демотивации и вгонения в уныние тех, кто сопротивляется режиму. Что все бесполезно, все бессмысленно. Большинство за войну, большинство за Путина. Я дважды участвовал в вопросах, когда я вышел уже на свободу после суда, но еще не уехал из страны. Дважды я участвовал в вопросах. Оба раза я соглашался отвечать с условием, что интервьюер мне скажет в конце, сколько человек соглашаются отвечать. Оба раза девушка соглашалась, потому что им каждый за деньги. Естественно, как я отвечал. В конце она мне сказала, первый раз это был один из десяти, второй раз один из тридцати. А цифры рисую. Вот как вы думаете, кто тебе 29 человек, которые отказываются отвечать? Это точно не яростные сторонники войны, потому что это социально одобряемый вопрос, ответ одобряемый. Это, скорее всего, люди, которые по меньшей мере сомневаются. Поэтому мы вот так и должны бы смотреть на все эти цифры. Евгений Алексеевич, вы оптимистичный взгляд разделяете? Я вообще пессимист и скептик, что касается будущего России. Я не очень верю в скорое пришествие прекрасной России и будущего. И в значительной степени я это связываю с качеством человеческого материала, который мы там сегодня имеем. Ну что же, народ не угодил. Народ не тот достался. Ну что же делать? Я думаю, примерно так что ли про немцев во времена Гитлера. Понимаете, вот кто мог уехал, кто не мог уехать, ушел в экологическую нишу свою. Заметьте, ни в коем случае никогда нигде не говорю и не буду говорить о том, что я осуждаю людей, которые не в состоянии уехать, потому что у меня есть друзья и родные в России, которые очень хотели бы уехать, но не могут в силу разных причин. Ни в коем случае не осуждаю, но я понимаю, что к сожалению, большинство, судя по всему, составляет на сегодняшний день вот этот вот глубинный народ, торжествующий хам, если хотите. Подлежит ли он перевоспитанию? Может быть, и подлежит. Знаете, массовое прозрение в России в прошлом наступало неоднократно в разные исторические времена. И сейчас тоже может наступить. Люди, которые обладают свойством быть нетребовательными интеллектуально, легко меняют свои взгляды и убеждения. И это тоже факт общественной жизни, факт истории. Сегодня они идут в 99,9% поддерживают нерушимый блок коммунистов и беспартийных, а потом в упор их не видят. И кричат «Ату их!» Ату! А потом опять. При том, что в целом я категорически против такого подхода к суждению о гражданах, в целом я согласна, что когда что-то случится с Владимиром Путиным, ни один из этих людей из-за него не выйдет. Просто все равно. Есть граждане, а есть жители. Понимаете? Есть население. Есть население, да, вот, далеко не все население Российской Федерации, на мой взгляд, заслуживает высокого звания гражданин. Ну, гражданин – это работа. Это школа. Над собой, в первую очередь. Это школа, над собой, конечно, но и школа. Послушайте, вот мы очень часто, вы знаете, от чего я начинаю внутренне закипать, когда я читаю в каком-нибудь очередном посте фейсбучном, или в какой-нибудь более серьезной публикации, сентенцию относительно того, что вот немцы проиграли Вторую мировую войну и осознали свою историческую вину, свою историческую ответственность и провели деноцификацию. Вот нифига подобного. Деноцификация в Германии началась после того, когда поколение, помнившее и поддерживающее Гитлера, стало уходить в никуда, вымирать физически. Канцлер Вилли Брандт встал на колени перед памятником погибшим героям восстания в Варшавском гетто в 70-м году, спустя 25 лет после войны, когда, по сути дела, в Германии сменилось целое поколение. И то, если посмотреть, как среагировала тогдашняя немецкая пресса на поступок канцлера, половина лидеров общественного мнения его просто освистали. Настоящая деноцификация в Германии, скажут вам многие знатоки германской истории, началась, пожалуй, только в 80-е годы. Вот я помню, как у меня был один хороший приятель, немец, когда-то работавший в пресс-службе Бундесвера. И я с ним познакомился в Москве, вот когда там начались первые какие-то позитивные контакты между военными ведомствами двух стран, это было времена Горбачевской перестройки, вот он сказал, что я первый человек, я вот представитель первого поколения, которое получило антифашистское, антинацистское воспитание. И не слушайте, Евгений, разговоров про то, что мы сразу все умылись слезами после поражения Гитлера. Ну, да, это вот, мы смотрели в другую сторону. Перед нами стоит, боюсь, перед населением и перед гражданами России стоит перспектива от путинизма излечиваться на протяжении долгих-долгих лет. А вот то, что режим может рухнуть через два-три года, это отдельная история. Я, знаете, думаю, что может пессимистов и оптимистов объединить, что нет другой дороги. понимаете, 20 раз можно идти, падать, можно крапкаться в гору и снова вниз падать. Но, мне кажется, совершенно очевидно, что на территории от Калининграда до Владивостока должны быть точно такие же правила общежития, к чему вообще стремится человек. Меня как-то дети в школе спросили, Максим Ильич, а в чем смысл истории человечества? Можете в двух словах сформулировать? Разные народы в разное время завоевывали эти права, теряли эти права. Но нет другой дороги. Мне кажется, это надо осознать и идти. И поэтому, чем быстрее путинский фашизм будет демонтирован, и это должны осознать не только российские оппозиционеры, они это понимают, не только российские антифашисты, осознает вся коалиция, вот эта вот, как я ее называю, несовершенная коалиция сил добра. Чем раньше она осознает, что Волан-де-Морт не только должен быть уничтожен, дело не только в Путине, он не должен возродиться. Система должна быть демонтирована. Разные, даже разные части России, когда говорят о ее распаде, могут в разное время пойти по этой дороге. Мой родной Петербург, я думаю, двинется сразу, и я для этого все буду делать. И, конечно же, собираюсь вернуться для этого. Но другой дороги-то нету, и поэтому мы можем спорить о том, когда это случится. Это, безусловно, важные разговоры. Но мне кажется, сейчас самое главное это приближать это время и помогать вот этой несовершенной коалиции сил добра добиваться успеха. Вот мне кажется, это самое важное. И знаете, последнее, что хочу сказать, объединяя как бы две темы, тоже из собственного школьного опыта, Евгений Алексеевич своего учителя вспоминает, а я в собственной школьный опыт как учитель. Опять же, вот дети меня спросили, Максим Ильич, можете сформулировать в двух словах, в чем ваша главная претензия Владимиру Владимировичу? Я вам скажу, я сказал, то, что он закрыл школу демократии. Он сказал, видите, ничего не получается. Плохо, мы не способны к этому. Но ведь это же очевидно, что во втором классе демократии нельзя сдать программу восьмого. Пока во втором классе дергают за косички, подкладывают кнопки, жвачки там лепят. Но Путин сказал, не надо нам ничего этого. Помните, в фильме «Республика Шкид» был такой учитель, который пытался заигрывать с учениками. Песни с ними пел. Вот Путин сказал, не надо ничего этого. Отложите учебники. Не женитесь на курсе, страха не толсты, как софийские. И Путин сказал, не надо делать учебники. Пускай эти ботаны учатся. А мы пойдём за гаражей пить пиво, курить. А когда ботаны выйдут из школы, мы им наваляем. Вот в какую философию он стал прививать совершенно сознательно. Я поэтому уверен, что если посадить детей, тех ребят из Республики Шкид, посадили, и с ними начал работать в их Нексор, незабвенный Сергей Юрьевич Юрский, которого играл, они стали другими. И так же может быть и с народом. Я не верю, что... Я считаю, что все люди... Или Павел Луспекаев, который говорил, не шали. А нужен будет и Павел Луспекаев, конечно. А как? Конечно. Поэтому, конечно, нужно будет и какие-то дисциплинарные истории. Это какой-то, получается, народ, лишённый субъектности и ума. Почему? В этом нет ничего. Ведь власти, власти во многом, на самом деле, это в каком-то смысле учителя. Они должны нести прогрессорскую функцию, обучать народ. Часть народа действительно лишена субъектности и ума? Ну, часть, да. Как говорила незабвенная Валерия Ильинична-Новодворская народные массы трусливы и слабоумны? Ну, и среди власти такой же примерно процент лишённых субъектности и ума. То есть, просто это такая человеческая общий расклад по людям. Беда в том, что в верхних эшелонах власти, на мой взгляд, присутствует огромное количество весьма умных циников без стыда и совести. Ну, вот, посмотрите, мы там обожаем ругать коллективного Соловьёва или коллективную Скобееву, да? А на самом деле Соловьёв, Скобеев и Ижи с ними просто марионетки в театре, где Карабасом-Барабасом работают интеллигентнейший в прошлом, образованнейший, умнейший, изощрённейший человек по фамилии Добродеев, Олег Борисович, который руководит этим театром на протяжении двадцати с лишним лет. Мы часто вспоминаем об этом. А Эрнст, руководящий Первым каналом, он что, он очень образованный, умный, продвинутый человек. И так вот, если пойти по этой площадке, да, и Нарышкин, между прочим, который вот там что-то рассуждал. Слегка неуверенный. Нарышкин, поверьте мне, Нарышкин, самый неуверенный в себе военный преступник. Он весьма образованный и думающий человек. Из них, из всех, совершенно точно, из вот этого гаражного совбеза, он там точно один из самых. Ну и, в принципе, но тем не менее, тяготеет вот к карбюратору. Ничего с этим не поделаешь. Давайте на канале Александра Плющева этот разговор. Пока закончим. И еще раз обращаю ваше внимание, что по окончании этой программы, буквально через несколько часов, мы уже встретились с Максимом Резником в его студии, потому что он ведет передачи на канале Форума Свободной России. И там тоже поговорили на разные темы. И эта передача тоже лежит на моем канале. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова